Всем привет, с вами Жора, и сейчас будет кое-что интересненькое. Я научу тебя воплощать твои самые сокровенные мечты и желания в реальность. У меня на канале интересно, и сейчас интересная тема, поэтому, если ты не подписан, обязательно подписывайся и ставь лайк. Ну а мы полетели. Для начала я хочу рассказать вам немножечко теории. Существует два мира. Первый — мир материальный. В нём живу я, ты и все люди на этой планете. Ну ты, наверное, знаешь, что такое материальный мир, раз ты тут живёшь, да? То есть вот два фломастера. Один зелёный, один чёрный. Я могу определить их цвета. Также, по слуху, явно не металл. Я могу определить, что это пластмасса. Я могу прочитать, я знаю его характеристики. Мир материальный. Большинство людей пытаются добиться успеха, построить свою карьеру именно в мире материальном. Но какое же будет их огорчение, наверное, когда они посмотрят это видео, а я думаю, это видео посмотрят много человек, и узнают, что есть ещё и второй мир. И он называется подсознанием. Если во втором мире, в подсознании, ты забросил свой огород, можно так сказать, смотрите, сад. Давайте, не огород, сад, чтобы было приятнее. Чтобы там росли красивые цветы, за ним нужно ухаживать. Так и здесь. Если ты не ухаживаешь за своим подсознанием, если ты не следишь за своими мыслями, если ты думаешь только о негативе, если ты сконцентрирован только на говне, в материальном мире не жди чего-то доброго, не жди успехов, потому что материальный мир — это зеркало того, каким ты являешься внутри. А второй мир, мир подсознания, это ты настоящий. Если мы пытаемся надевать маски в материальном мире, то второй мир уже не обманешь. Я хочу, чтобы вы уловили мой месседж. И вот он. Следите, пожалуйста, за своими мыслями. Каждый день происходит вокруг нас много негативных ситуаций. Не концентрируйтесь на негативе, старайтесь отбирать только самую хорошую информацию, самые хорошие эмоции, всё самое хорошее. Если вы будете концентрироваться на негативе, на плохих ситуациях, на том, что вы что-то потеряли, что-то не получилось, я не добьюсь, я не умею, я не могу, это ваше подсознание, это ваш второй мир. К сожалению, ваш сад загниёт, и там будут некрасивые цветы, если вы понимаете, о чём я. В любом говне ищите хорошее, ребята. И тогда в материальном мире у вас всё сложится наилучшим образом. Что нужно делать, чтобы все ваши сокровенные желания, мечты и хотелки сбылись? Итак, первое, очищаем своё подсознание от всего говна, концентрируемся на позитиве, это первое. Второе, наша вселенная устроена так, что она не понимает намёков. Она понимает, когда ей говорят тупо в лицо. Вы хотите машину? Хорошую машину, новую, классную, спортивную, двухместную, которая рвёт на скорости 200 км в час за 2 секунды. Как нужно загадать такое себе желание, поставить себе мечту, чтобы она сбылась? Смотрите, мало сказать в мыслях у себя, помечтать, я хочу себе машину, красивую, и всё. И повязнуть в каждодневной рутине, делать свою работу, ненавидеть этот мир, а просто, ну, когда-то хочу себе машину, ну, наверное, не будет, ну, блин, хочу машину. Ну, скорее всего, да, такое обманы, машину хочу. Такого быть не должно, вселенная не понимает. Вселенная понимает такое. Хочу себе хороший автомобиль, марки такой-то, двухместный. Самое главное в выполнении мечт, это записывать свои желания. Запишите на бумаге, что вы хотите в настоящем времени, как будто это уже сбылось. Пишите, у меня появилась двухместная машина. И обязательно описывайте свои чувства, что вы испытываете. попытайтесь прочувствовать этот момент, когда вы получите свою машину или ваше желание исполнится. Например, я сижу в своей машине, она хорошая, спортивная, кожаный салон, в ней приятно пахнет, у меня мурашки по коже, у меня дрожь по телу, к примеру, что я купил себе машину, это моя первая машина, я еду, улыбаюсь, слушаю хорошую музыку, рядом со мной сидит мой парень или моя девушка, мы разговариваем, смеемся. Полностью желание свое расписывайте. Мало написать я хочу машину. Вселенная может воспринять это по-своему и подкинуть вам девятку, старую, ржавую. Но это же тоже машина, правильно? Поэтому месседж, описывайте свои желания подробно и обязательно записывайте их. Есть даже такой факт, что любое желание сбывается с большей долей вероятности, если оно записано на бумаге. Если же желание не записано на бумаге, если оно только у вас в мыслях, такое мутное, размытое, очень маленький шанс, что такое желание сбудется. Читайте мотивационные книги, читайте книги по саморазвитию, о том, как добиваться своих целей, как ставить цели, как выпущать мечты в реальность. Еще одна классная вещь, забудьте про деньги. Просто их не существует. Какое дело всей жизни вы бы выбрали? Подумайте, поразмышляйте, сядьте где-нибудь в тихом месте на 10 минут, на 15 минут, да даже на 5 минут. Просто задумайтесь о своей жизни, кем вы хотите стать, что вы хотите в будущем, какой жизни вы хотите, каких людей рядом хотите с собой видеть. Подумайте. После того, как вы обдумали, обязательно составьте текст, искренний. Можете поплакать над этим текстом, главное, чтобы было искренне. Я хочу то-то, то-то. У меня будет большой дом, у меня будет любящая семья, я приношу людям радость, я счастлива, я счастлив. Напишите подробно свою жизнь, какую вы ее видите в будущем. Я хочу, чтобы твои мысли концентрировались только на позитиве, только на хорошем. не думай, что у тебя что-то не получится, что ты где-то провалишься, не сдашь ОГЭ, ЕГЭ. Да даже если и не сдашь, что будет? Неужели это такая большая трагедия? В космосе метеориты сбиваются друг с другом в любую секунду может нашей планеты не стать. Просто взгляни на свои проблемы, которые ты сейчас испытываешь с другого ракурса. Это сложно, но попробуй. А настолько ли они глобальны? Стоят ли они переживаний? Ну и последнее, что хотелось бы сказать, введи свой дневник. Каждый день записывай, что случилось хорошего. Если случилась плохая ситуация, записывай опыт. Что ты получил из этой ситуации? Как тебе эта информация пригодится в будущем? Например, знаете, у нас мозг работает так, что кто-то тебя обматюкал, и ты думаешь через время, через три часа, через час, через день, блин, можно же было так ему ответить, я был бы крутой. Ну так вот, вы не в мыслях это думаете, а пишите на бумаге, что можно было бы поступить так, это было бы правильно. Ну и на этом все, я надеюсь, ты извлекла или извлек много хорошего из моего видео, так что давай, после просмотра не ленись, не откладывай, сделай это прямо сейчас. Напиши рассказ о своей будущей жизни, и поставь, пожалуйста, пять целей, пять желаний, пять мечт, и распиши их. У тебя все получится, не забывай о втором мире, о котором я рассказал. Первый материальный, второй мир подсознания, мир твоих чувств и то, какое ты на самом деле. Не стесняйся себе, все получится, я в тебя верю. Спасибо большое за просмотр, если ты не подписан, обязательно подписывайся, или не подписан, подписывайся, и ставь лайк. На этом все, увидимся в следующем ролике, пока. Субтитры сделал DimaTorzok